ПЗ-4С За 3500 голды, за которую ее сейчас выставили на продажу. В набор вместе с машинкой входит, помимо самой машины, два контейнера с камуфляжами, но по-честному это какая-то фигня. Мне и так камуфляжей халявных хватает, которые периодически откуда-то выпадают, поэтому вот это вот заманухой не назовешь. 14 дней приема? Окей, согласен. Приятная прибавочка. Что касается бустерочков, приятно, но по 15 штучек, да, соглашусь с вами, это эпически, но все равно как бы не сильно заманывает. Есть прикольный камуфляжик, и мне, честно говоря, камуфляж на эту машину гораздо больше нравится, чем сама машина. Ну, это мое скромное мнение. И есть X5 опыта на любые танчики. 10 таких сертификатиков в целом тоже прикольно. Поэтому я бы сказал, что за 3500 голды вы получаете танчик прикольного внешнего вида, 14 дней приема и X5 в количестве 10 сертификатиков, а плюс, типа как, вдобавочку бустерочки на свободку и на серебрушку. Открытое все оборудование, особо считать призом не могу, потому что на 6 уровне оно не так уж и дорого стоит, поэтому в целом даже если бы не давали, небольшая потеря. А так, ну, дали да и дали, большое спасибо. Ну что, поехали, выкатимся из ангара, посмотрим, что машинка собой представляет. Я не могу сказать, что я от этой машинки кайфую. Просто машина как машина. Я бы сказал, что очень легкая к тому, чтобы ее разобрать. В то же время, периодически показывает себя довольно неплохо. Ну, а самый-самый большой знак вопроса, это по поводу ценника на данную машину. Дело в том, что сейчас 3500 голды отдать за этот аппарат, это, знаете, решение очень-очень опрометчивое. Потому что, ребят, в ближайшее время, буквально через какой-то месяц с копеечкой, вроде бы, как бы, мы все надеемся, будет новогодние аукционы. Согласите, 3500 голды на новогоднем аукционе пригодятся вам гораздо больше, чем, скорее всего, эта ПЗ-шка в вашем ангаре. Ну, не то, чтобы я ее там как-то обгаживал, я не могу сказать, что это прям вообще хламина-хламина, но что-то в этих словах и есть. Несильно играбельная машина, по крайней мере, в моих руках, но я сомневаюсь, что найдется большое количество игроков, которые мне будут возражать по данному утверждению. Что действительно в машине классное. Углы склонения просто обалденные. 4 и 4 время перезарядки. Это тоже очень-очень приятно и очень кайфово. Что в ней плохого? Отсутствие брони какой-либо, может, где-то, что-то, как-то, рандомно, немножечко, чуть-чуть от вас рикошетить будет. Но в целом, ребят, пробивать вас будут на постоянку. Вот сейчас ко мне прилетело абсолютно спокойно в башню, в прямой проекции. Короче говоря, ну, приятного, согласитесь, мало. Откину просто вообще наугад, что называется. Потому что стоять и выцеливать этого товарища у меня времени просто нет. Так как меня уберут из боя и на этом все закончится. И вот, в принципе, смотрите, 3 пробития и я практически в ангаре. И так на этой машине играется на постоянку. Именно поэтому эта машина мне и не нравится. Я люблю машинки живучие, а не те, которые прям будут разбирать почем зря. Просто великолепно. Еще одну тычку отхватил. При этом сам нормально даже не кинул. Вот сейчас этот рандомный рикошет наконец-то ко мне прилетел. Подсветите товарища, пожалуйста, братцы, хоть кто-нибудь. Сделайте что-нибудь с тем, что я его не вижу. Так, на секунду я замолчал по одной простой причине. Потому что мне надо было сейчас что-то решить с вот этим вот товарищем, которого я пытаюсь все-таки выкинуть из боя в ангар. Слава богу, повезло. Надеюсь, что сейчас в корму мне не прилетит. Ну а если прилетит в корму, то в целом тогда на этом мой бой будет окончен. Очень-очень фиговая у меня позиция. Ну и, в принципе, вынесли. Вот так эта машинка играется на постоянку. Я, честно говоря, не совсем представляю, как эту машину можно нормально, прям имбово отыгрывать. Потому что она живет в бою, но практически меньше всех. Я сейчас выжил чуть дольше, чем остальные. Точнее, не выжил, а прожил чуть дольше, чем остальные. Только лишь потому, что я вовремя сковылял с вот того направления. И, в принципе, ребята направление продавили, я имею в виду красных. И из-за этого, в целом, у нас и проблемки-то получились. Но не беда. Сейчас выкатимся назад в ангар и снова в бой. Посмотрим, может, во второй катке машина покажет себя как-нибудь по-другому. Но я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Давайте еще раз. Смотрите. Передний бронелист, да, вот этот вот прямой. Прошили. Прошили верхний бронелист. Абсолютно спокойно, без печали. Сделали две тычки мне в башню. Абсолютно не выцеливая. Просто наугад кидаешь. И в эту ПЗ-шку заходит прям мама не горюй. Ну, про борта я вообще ничего говорить не буду. Может, типа, вот эти вот красивые противофугасные экраны что-то дают. Но я не знаю против кого. Может, против какого-нибудь четвертого уровня. С которым вы чисто случайно где-нибудь в бою столкнетесь. А так, в целом, ребят, брони у танчика нет. 760 единиц урона. При этом я сделал один фраг, но я его считать особо не буду за свою победу. Значит, смотрите. С учетом прем-аккаунта я получил 39 тысяч серебра. Много или немало за такой бой решать вам. Мое дело показать, что конкретно я получил по результатам боя. И что касается моего места в команде по урону, вот оно. Единственное что, ребят, хочу сразу обозначить по поводу фарма. У меня на данный момент активированы бустеры. В частности, у меня активирован бустер на свободку, на серебрушку. Поэтому, ребят, смотрите результаты без того, сколько бустеры добавляют. Сейчас открою еще раз результаты боя. Ну, просто чтобы быть честным. Вот, смотрите. Заценивайте результаты. То, что я показываю. Вот, посмотрите, что было бы с серебром без учета бустеров. То есть, мне только за бустеры кредитов накинули 25 косых. Ну, согласитесь, как бы это существенно, да. Поэтому, ребятки, я и говорю, что данная машина, ну, как бы не совсем, да. Вот прям не совсем фарм серебра в ее, скажем так, власти. Ну что, давайте запрыгнем еще на одну каточку. Я не знаю, честно говоря, будет ли эта катка отличаться от предыдущей. Я свои катки не вырезаю. И я считаю, что это честно по отношению к моим зрителям. Потому что я хочу показать вам машины, какими они есть на самом деле. И я, ну, кривил бы душой, если бы делал по несколько десятков видео записывал. Вырезал бы самые красивые моменты, как я кого-то выношу ваншотом, подрывом быка и так далее. И сказал бы, что, блин, вот, допустим, на примере того же ПЗ, который сейчас мы смотрим с вами, вы сможете прям разрывать рандом. Я показываю танки такими, какие они есть. И в ваших играх тоже будут проигрыши. Особенно, если вы среднестатистический танкист, ну, или начинающий танкист. То мне кажется, вам хочется понимать, хотелось ли бы вам иметь такую машину с тем, как она будет играться. А как она будет играться, я сейчас показываю. А от этого зависит, захотите ли вы тратить свою кровную голду. Или захотите ее приберечь на более какой-нибудь хороший случай. Я имею в виду на более годный автомобильчик в этой игре. Поэтому, ребятки, если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. А я, со своей стороны, обещаю вам честное, никем не проплаченное видео. Без всякого пафоса, без всякой дурни. И без заливания вам в уши и в глаза всякой гадости, в которую вы обязательно должны верить. Так, приехали, братцы, к нам сюда. Вот еще один такой же товарищ. Товарищ, ну вот видите, башнево, его пробиваешь просто на ура, вообще без печали. Даже целиться особо не надо. Наугад просто кидай и будет тебе счастье. Однозначно будет счастье. Тебя однозначно ждет успех в виде пробития по этой машине. Поэтому, ребят, я и говорю, что ПЗ-шечка эта, она, ну, больше коллекционная. Это явно не машина для того, чтобы на ней прям супер отыгрывать и на ней что-то там годное получать, какие-то результаты. Вы можете купить себе эту машинку, допустим, если вы не переживаете за свою стату. Я за свою стату не переживаю, хотя саму машину я не покупал. Я ее получил абсолютно бесплатно. Я вот даже не знаю, как на ней танковать. Ну вот серьезно, я вот сейчас нахожусь в такой крайне дерьмовой ситуации, в которой он меня разбирает, я его, и в итоге мы друг друга разбираем абсолютно без печали. Вот просто вопрос в том, у кого изначально было больше ХП. Как видите, пробивается она в верхний бронелист абсолютно спокойно, пробивается в башню. Она, короче, шьется куда угодно. Я даже не буду досматривать результаты боя по одной простой причине, потому что даже если здесь будет какая-то даже, слава богу, победа, хотя я в этом, честно говоря, сомневаюсь что-то, но в целом шансы вот сейчас наши растут. Но я не думаю, что за данный бой я смогу получить много серебра, а значит похвастаться особо нечем будет. Как машина играется, вы увидели. То есть как бы ты ни играл, как бы ты ни танковал, разве что ты где-то на дальнике будешь находиться стоять. Ну, честно говоря, геймплей не очень веселый. И, ну, по моему скромному мнению, допустим, из тех же самых шестерок, возьмите того же самого пуделя, он играется гораздо веселее, гораздо прикольней. Он хотя бы не настолько прям картонный, как ПЗ. Но это мое скромное мнение. Какое ваше мнение, пишите обязательно в комментариях. Мое дело показать машину, какой она есть на самом деле. Ну, а покупать ли ее, а тем более накануне предполагаемого новогоднего аукциона за 3,5 тысячи голды, безусловно, решать вам. Если вам нравится такой геймплей, если вы готовы ее обуздать и пытаться постоянно выживать, и у вас будет это получаться, пожалуйста, приятных покупок, приятных каток и однозначно только лишь удовлетворения от игры. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok